Микс Ньюз. Всегда ли прав гость? Как оставлять чаевые? Как правильно прожарить мясо? И выбрать вино? Горячая премьера сезона на Радио Болтком. Открытая кухня. Авторская программа ресторанного гуру Валерии Ивановой. Открытый разговор с экспертами. Розыгрыш призов. И даже дегустации в прямом эфире. Каждый понедельник в 17.00 на Радио Болтком. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Открытая кухня». Мы приносим свои изменения, что нам пришлось немного поменяться днями с другой передачей. Но мы здесь никуда не исчезли. И сегодня мы обсуждаем такую тему, как знакомство в ресторанах. Насколько это до сих пор актуально в наше время, учитывая, что столько появилось приложений, где люди могут делать это онлайн. Насколько люди по-прежнему знакомятся в ресторанах. Насколько это безопасно или опасно. И я не знала, кого позвать лучше под эту тему, как двух создателей нового приложения, которое называется «Five to Lunch», которое совмещает не только знакомство, но и времяпровождение непосредственно в заведениях. Это Антон Чвиров. Добрый вечер. Добрый вечер. И Данил Заталогин. Валерия, добрый вечер. Добрый вечер всем. Я напоминаю, телефоны для связи. Если вы хотите что-то нам рассказать, может быть, о своих знакомствах, о своих хороших или плохих историях, 6721-2939, 6721-3939. Наши номера для связи со студией. И если вы хотите нам написать что-то в WhatsApp, WhatsApp 2306191. Ну, а мы, собственно, начинаем нашу передачу. Как вам кажется, насколько вообще поменялся наш мир за последние 10 лет? Знакомятся люди уже не то, что даже в ресторанах, а в принципе на улице, или все ушло вот в такой виртуальный мир? Можете выбрать, кто ответит. Данил? Вы знаете, Валерия, мне кажется, что все-таки все ушло в виртуальный мир, и это теперь занимает, ну, наверное, процентов 80. То есть вот люди, которые друг друга изначально, с друг другом изначально не пересекаются, например, на работе, в институте, они все-таки больше и больше начинают знакомиться через мобильные приложения, типа Tinder, Badoo и так далее. Для них это легко, комфортно, но это, конечно, несет определенные роды неурядицы, потому что вот эта вот возможность выбора, она, по сути, делает какую-то бессмыслицу вокруг вот этого вот такого онлайн-дейтинга, на мой взгляд. Антон, ваше мнение? Я согласен с Данилом. Я приведу свой пример. Я познакомился со своей женой 15 лет назад в ресторане, ну, можно сказать, в кафе, не в ресторане, а в кафе. Собственно говоря, видите, через 15 лет мы реализуем такое же, по сути, приложение для знакомства тоже в ресторанах. Ну, конечно, сильно поменялось. У меня, честно говоря, не было больше опыта знакомства. Дальнейшего, это мое было, скажем так, последнее знакомство, крайнее-крайнее знакомство. Так что, ну, конечно, я вижу тенденцию, что все это уходит в онлайн, это просто очевидно, отрицать это нельзя. И сейчас, как я понимаю, 70-80% это именно знакомство через онлайн-предложение. Ну, мне кажется, что в Латвии тоже это все распространено, то есть не только если мы берем Европу, США и другие страны. То есть, насколько я знаю, что сейчас даже есть тиндеры, которые, собственно, можно по ориентации разделить. То есть отдельно есть для гетеросексуалов, есть для гомосексуальных отношений. Ну, то есть, вот правда, есть отдельный тиндер, где знакомятся только, собственно, по таким предпочтениям. Да, потому что, ну, у нас сейчас же мир толерантный ко всем, все вольны быть счастливыми, любить тех, кого хотят любить. Ну, все-таки тоже я по-прежнему вижу разные ситуации. Если мы говорим про Ригу и видела их в Москве, пока жила, но об этом вы расскажете, я думаю, подробнее, поскольку вы, собственно, оттуда. Не так давно у меня была передача про консумацию в заведениях Старой Риги, где мы делились анонимными ответами от людей, которые работали в этой индустрии. То есть с консумацией тоже своего рода знакомство, но преследующие совсем меркантильные цели, когда человек обманывают с целью извлечения прибыли, вряд ли это продолжается потом, ну, именно там, для отношений или дружбы. А в Москве, насколько я понимаю, есть совершенно вообще третье направление знакомств. Москва превзошла себя, да. Да, может быть, вы подробнее расскажете нашим радиослушателям, в чём это выражается, может быть, сами видели, сталкивались с таким, и в каких заведениях, собственно, такие знакомства распространены больше. Ну, мне кажется, это трудно назвать, что это консумация в Москве. Да. А по большому счёту это называют просто съём. Ну, а давайте вещи называть своими именами. Да. Вот, и там никакой консумации. Ну, то есть консумация, она же пришла из стран Юго-Восточной Азии. Я жил в Южной Корее. Например, в Южной Корее есть консумация. Это называется виски-бар. Ты приходишь, тебе подсаживаются девушки, и предлагается тяжёлый алкоголь. Ты с ними вместе выпиваешь, они тебя там развлекают, и всё. То есть как бы это всё. Это вот называется у них консумация. Ты прямо захочешь, тебе говорят, здравствуйте, мы виски-бар. У нас был опыт, что мы туда пошли к компании, с нами была девушка. И девушка как раз, она первая заходит, ей говорят, извините, это виски-бар. Она такая, окей, я хочу виски. И говорят, вы не понимаете, это виски-бар. Это тоже такое именно рецательное. Ну, это да, это уже, то есть как бы это заведение с консумацией. Но там абсолютно всё прилично, они прилично одеты, они просто подсаживаются, начинают с тобой разговаривать. Ты в любой момент встал, ушёл, всё. Это такой у них стиль, это часть их культуры. Да. С другой стороны, да, мы имеем в виду съём. Съём, он существует, он присутствует. Ну, возьмите, я не знаю, топовые рестораны. Возьмите топовые рестораны Москвы, откройте их Инстаграм, похоже, когда тегаются в этих заведениях. Там очень прикольные фотографии девушки с губами, такие все, ух, заряженные. Вопрос, зачем? Ну, зачем? Нет, зачем, понятно, это бизнес, да. Вот у них такой бизнес, да, как их называют, чайки там и так далее. Но они приходят туда как бы кипяточек, да, полить? Или всё-таки они тоже заказывают? Нет, они не заказывают. Вы знаете, у меня первый, скажем так, мне показали это, мне показал это бармен, у меня был первый опыт в прекрасном ресторане в центре Москвы, возле ЦУМа. Ресторан называется, как известный журнал, и, собственно... А я знаю, да, о чём вы говорите. Да, собственно говоря, я прихожу, уже вечер был, значит, сажусь за барную стойку выпить, и мне бармен указывает, говорит, он, смотри, сидит. Ну, там они не чайками их называли, их там марамойками называли. О, боже! Ну, это открытая кухня, чёрт возьми. Двоим совсем открытой сегодня. Она говорит, вернее, мне бармен говорит, ну, вот смотри, вот сейчас ей кипятка, а сейчас ещё раз ей кипятка. А там девушка такая, видно, эксперт была. Она прямо стратегическую позицию заняла в уголке, у неё полный обзор, прямо опытный сотрудник, опытный человек, видно. Ах, Москва, Москва. Ну, в принципе, это ожидаемо. Москва – это как отдельное государство на территории России, куда все съезжаются, ищут своё счастье, наверняка думают, что это единственный путь для того, чтобы найти свою судьбу и как-то реализоваться в этой жизни, найти себе мужчину. Но мне кажется, мужчина… Вот как вы мужчина, да? Вы чувствуете, что в Москве мужчина избалована этим? Что вот они пришли в этот ресторан, да, там, и там сидят вот 10 этих чай, какой хочешь, блондинка, брюнетка, таких форм, таких губы меньше, больше и так далее. Насколько вот это вот ощущается вообще? Ну, вы знаете, я не являюсь, даже не знаю, к счастью, либо к сожалению, я не являюсь целевой аудиторией данного рынка, к счастью, либо к сожалению, не знаю пока. Но на мой взгляд, да, и может быть, действительно это в какой-то мере девальвирует отношения на самом деле, потому что видишь, что женщины так себя ведут. Ну, в Америке, вот вы можете такое, допустим, представить в Америке, либо в Европе. Вот сели американки в центре Манхэттена, такие классические англосаксонские американки, вот они сели в центре Манхэттена и занимаются с губами. Ну, мне сложно сказать, я в Америке не была, но в Европе, да, тяжелее представить. Невозможно даже. Ну, то есть я, по крайней мере, это реже видела, но если мы говорим про ту же Барселону мультинациональную, там просто, скорее всего, это будут приезжие девушки, которые будут себя так вести, там из той же, не хочу, конечно, никого обидеть, но из Словении какой-нибудь, из Венгрии, ну, не знаю. Спрос рождает предложение, да. В Болгарии той же самой. Ну, приезжают же девчонки тоже, которые ищут, собственно, место под солнцем и вот так же знакомятся с туристами и так далее. Ну, окей, ну, хорошо, разобрались мы с категорией, собственно, знакомств. Все бывает по-разному, но мы сегодня про хорошее знакомство, да, про честное. Про правильное. Да, про правильное, без какой-либо там меркантильности, а действительно, чтобы найти свое счастье, как наш гость Антон, да, который со своей женой познакомился. Давайте тогда так. Как вам кажется вообще, в чем самое главное различие между Латвией и Россией по менталитету? Вот, Антон, как вы думаете, вы уже тут пробыли какое-то время? Да, пробыл какое-то время. Ну, мне кажется, что в Латвии все же девушки, наверное, более, скажем так, северные. Ну, у них такой немножко северный менталитет. Так как за стеной в этом фильме. Да, да, да. Как как за «Игра престолов». Да, но это на самом деле... Простите. Ну, это такое первое впечатление, может, оно и неправильное. Я не могу. Может, оно потом изменится. Я не знаю. Мне просто так показалось, ну, вот, из моего недолгого здесь пребывания, да, вот пока, что они более закрытые, мне так кажется. Ну, такие немножко с холодком. Холодком, да. С холодком, да, да, да. У нас, кстати, есть звонок. А, не успели, не успели, не успели. Ну, ладно. 6721-2939, 6721-3939. А, вот и звонят. Давайте наденем наушники. Добрый вечер, вы в эфире, слушаем вас. Добрый вечер. Здравствуйте. Я хочу вас в очередной раз немножко развеселить. Да, мы вас очень любим. Это было еще в советское время. Одевались мы, естественно, не так, как сейчас. У меня соседка, десятиклассница, со своей подружкой пошли в кафе. Навальню было кафе театральное. Очень такое симпатичное, кухня, все. Решила из себя взрослых устроить. Ну, одежда, сами понимаете, какая там была. Вот они сидят за столиком, вроде как, может, с кем-то познакомиться. И вдруг им со стола, где сидели одни ребята, присылают бутылку кефира. Ой, мои девчонки, они говорят, бежали бегом из этого кафе. А по поводу знакомств у нас проблем не было. Было очень много заводов, были предприятия всякие разные, было много танцплощадок. Так что было, где познакомиться. По поводу российских девушек, там вообще просто народ проще. Здесь как-то более скованы, что юноши, что девушки и были, и есть. Спасибо. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Спасибо. Это наш постоянный радиослушанец, всегда просто самая потрясающая история. Ну, про кефир, кстати, я помню, в Москве, если сидишь там в каких-то заведениях, мы даже с мужем сейчас прикалываемся, у меня когда токсикоз был, он говорит, Лер, что тебе там в Москве? Фруктовую тарелку отправляли. А у меня когда был токсикоз, это единственное, что я могла есть. Он говорит, ну, я тоже за тобой приудариваю фруктовую тарелку. Я говорю, слышь, куда? Говорю, ты приударишь, я уже в положении. Ну, ладно, отступление от темы. Окей, менталитет. Значит, здесь девушки более холодные, закрытые и не настолько готовы к знакомству, как вам показалось. Да, мне примерно... Ну, это первое впечатление. Может быть, оно изменится. Но пока вот так вот. Да. Данил? Не знаю, мне кажется, но Латвия свободная, демократичная страна. Тут люди, они свободные. Они, что мне здесь нравится, это то, что девушки, они, не знаю, они как-то... Я не хочу говорить слово проще, потому что оно может иметь не совсем правильный оттенок, но как-то легче, как-то более ненавязчивее, что ли. Я не нашёл, вот как у Антона, какого-то холодка или какой-то вот такой осторожности. Нет, всё очень легко происходит, очень лёгкое общение. Очень лёгкое знакомство, все люди открыты, улыбаются. Ну, что вы хотите? Свобода демократии делает своё страшное дело. Ну, у меня, кстати, тоже когда-то казалось, что более закрытые, более там холодные и так далее. Но здесь стоит различать. У нас же как бы есть и русскоговорящее население, и латышскоговорящее население, и тоже они различаются. И ещё это зависит от того заведения, куда ты идёшь. Потому что в одном ты действительно встретишь таких более открытых хипстер-девчонок, которые действительно, вот как говорит Данил, будут открыты там и пригласят вас потом на какой-нибудь прикольный пикник в парке, да, посидеть на великах, прокатиться на море, съездить. Но есть заведения, где вы встретите те же самые московские томные лица, где вас сначала обсмотрят 25 раз, потом поймут, что вы не из-за их тусовки и вообще не на той машине приехали. Это тоже всё здесь встречается. Ой-ой-ой, туда не надо ходить. Только здесь просто, скажем, процент вот таких девушек, он намного меньше, чем в Москве, да, потому что Рига всё-таки не совсем то место, где искать своего принца, ну, мне так кажется. Ну, может, и есть, конечно, но ладно. Не будем убежать принцев наших прибалтейских. Значит, если мы говорим про приложение, то есть вы сначала его запускали где, в Москве? Да, вы знаете, у нас было несколько тестовых версий, в общем, в Москве это не пошло, и мы закрыли полностью историю в России. Мы являемся латвийской компанией, мы развиваем это приложение здесь, в Риге, дальше мы пойдём в другие балтийские страны и в Центральную и Восточную Европу. А как вообще идея эта зародилась? Идея эта зародилась, когда мы были в Штатах, пришла эта идея, потому что денег у нас, скажем так, особо не было, чтобы в Америке шоковать. Мы ходили в очень простые заведения, такие вот, среднего уровня, стейкхаусы, как это называется, family casual dining, casual рестораны. И там людей сажают за общий стол, ты не хочешь в очереди стоять, потому что рестораны всегда забуканы, тебя сажают за общий стол. И американцы, они по своей сути очень открытые, они любят разговаривать, разговаривать. Ты садишься за общий стол, две секунды, ты встретишься взглядом с человеком, всё, понеслось. Обо всём. Откуда вы, кто вы, что вы. Вот, на мой взгляд, на самом деле, очень на американцев похожи, допустим, поляки. Я очень часто бывал в Польше, очень люблю Польшу, и поляки, они очень похожи в чём-то вот, они чем-то близки к американцам, на мой взгляд. Вот такой же вот, и такие шустрые, весёлые, что-то там начинают, там разговаривать, ну, очень интересно, да. Вот, и там это родилось. Мы людей сажаем за общий стол, люди начинают общаться, люди начинают знакомиться, дальше подключаются рестораны, рестораны там дают скидку, ты-ты-ты. Зачем это американцам? Американец не хочет тратить время. Он сидит, он открыл так, посмотрел, за этим столом у меня сидят, я не знаю, там, две интересные девушки симпатичные, вот тут за этим столом какой-то молодой человек, и, может быть, мы что-то по бизнесу можем обсудить. Для американцев это не тратить время. Для европейцев мы себя позиционируем как лучший опыт, как можно познакомиться, пообщаться с иностранцами. Потому что Латвия – это европейская страна, но всё равно это страна, где очень большое количество туристов. Туристы приезжают, они хотят общения. Туристы жаждут общаться с местными. Потому что у любого туриста есть два отношения к стране. Я познакомился с местными, я до знакомства с местными и после знакомства с местными. А есть огромная проблема. Я очень кратко не скажу, но это проблема колоссальная. У нас есть, допустим, Google и у нас есть TripAdvisor. Они рейтят рестораны. Но ты открываешь в Латвии, я не знаю, 100 ресторанов с рейтингом выше 4,4. Ты на 4 дня приехал. Мало кто знает, допустим, о том, я имею в виду, среди иностранцев, о вашем блоге. Потому что у вас там супер уникальный блог, вы покрываете все здесь рестораны, вы эксперт. Покрываете. Ну, покрываете, да. Но это извините, да. Я имею в виду, работаете со всеми. Да, да. Оцениваете. Да, да. У вас потрясающий блог, но его знают местные. И местным, но для иностранцев он представляет огромную ценность. Для страны он представляет огромную ценность, потому что условно туристы приезжают, они воспринимают Латвию через что? Через жителей, через заведения. Через еду, конечно. Абсолютно верно. 100%. И когда это делает профессионал, это круто. Так что я закончу. Спасибо. Спасибо. Минутка реклама. Валерия. Нет, это действительно так. И мне тоже хочется, чтобы в нашей стране развивалась и культура, и походов в рестораны, да, чтобы мы могли действительно не только там славиться экотуризмом, а чистым воздухом, взморьем и так далее. Но и в том числе, чтобы люди знали, что у нас действительно очень неплохого качества рестораны, талантливые шеф-повара, став, который старается, да, для того, чтобы тоже впечатление о своем городе знают, три языка, русский, латышский, английский, ну, как правило. Вот, поэтому я думаю, что на этом действительно стоит делать акцент. Но я все-таки думаю, что нужно, ну, не только продвигать, ну, там, скажем, латвийскую национальную кухню, но и показывать, что мы можем все, японскую, итальянскую, французскую, я об этом говорю с передачи в передачу. Нет, это важно. Но главное, что вы делаете, что рестораны в Риге, рестораны в Латвии, они, ну, они такие же, они такие же, как и все остальные европейские рестораны. Конечно. Они классные, все очень-очень хорошо. Да. У нас, кстати, тут вопрос от радиослушателя, ну, в WhatsApp, да, задали. Здравствуйте, я попробовала найти ваше приложение 5 to lunch на Android, не находят в Play Market. Его нет еще? Да, на Android мы еще, к сожалению, не сделали. У нас в планах стоит разработка, где-то, наверное, к маю оно будет уже готово. Ага. Ну, вот. Ну, сейчас только iPhone. Ну, так что для тех, кто хотел попробовать, немножко придется подождать. А наш звукорежиссер Идион Золотарев показал нам сейчас iPhone, сказал, ха-ха, я смогу. Хорошо, мы тогда поговорим подробнее, да, про ваше приложение, в общем-то, для чего оно, как им пользоваться, что от этого и рестораны в том числе получат, но сделаем небольшую рекламную паузу. Открытая кухня. Добрый вечер, дорогие радиослушатели, в эфире программа «Открытая кухня». Сегодня мы обсуждаем знакомства в ресторанах. Для этого я пригласила в студию гостей Антона Чвирова и Данила Заталогина. Ребята создали приложение для знакомств именно в рамках общественного питания, заведения, которое называется 5-2-Lunch. На данный момент оно доступно только для айфонов, но, как ребята до рекламной паузы сказали, можете подождать до мая, и тогда и на андроиде это будет доступно. Я напоминаю, телефоны для связи с нашим эфиром 6721-2939, 6721-3939, и если хотите что-то написать в WhatsApp, 2306191. Так, ребята, давайте тогда раскроем, собственно, суть этого приложения, да, может быть, есть какие-то там особенности, как его устанавливать, вообще, как оно работает. Передаю вам слово. Давайте я расскажу со своей точки зрения, для чего оно нужно. Я как турист посещаю достаточно много стран, и вот у меня вот есть такая, скажем так, задача, но не задача… Потребность. Да, потребность попробовать местную кухню, вот, и познакомиться с местными жителями. Ну, познакомиться в каком плане? Мне нужно знать, в какие хорошие рестораны ходят именно местные жители, так как все мы знаем, что местные жители, они уже на основе своего опыта выбирают именно лучшие рестораны. Вот. Таким образом, вот возникла, скажем так, одна из решаемых задач этого приложения нашего, которое мы создали. Вот такая вот идея. Данил, может, дополнить, да? Я добавлю, значит, в чем суть? Мы считаем, вот мы с Антоном считаем, что все-таки ресторан – это не просто место, куда вы, не знаю, официально пришли пообедать или что-то еще. Это место, это ваше третье место в вашей жизни. У вас есть дом, работа, а вот у вас еще есть место, и у людей, там, у рижан мы работаем над тем, чтобы сложилось вот четкое представление. Мы сейчас работаем с тремя потрясающими ресторанами. Изи Вилета – божественная рыба, это просто, ну, это ресторан с душой, да, ну, душа, конечно, она рождается не только от рыбы, но еще рождается от того, что там… Душа рождается. Как это, какие люди там работают, ну, просто потрясающее заведение. Вот Изи Вилета, Изи Вайн, Изи Бир, и эти заведения каждый, там, вторник, среду, каждые выходные, они выставляют столы. Это общий стол. Каждый человек, он смотрит, кто будет за этим столом, профиль этого же человека, он может прийти, это ничему тебя не обязывает, у вас раздельный счет. Ты пришел, ты просто сел за общий стол в классном заведении, я не знаю, вы поговорили о чем-то, может быть, кому-то хочется выговориться, кто-то хочет познакомиться, кто-то думает, ну, я не знаю, там, найдете бизнес-партнера, найдете свою пару, там, ну, все что угодно. Да, просто проведете в конце концов вечер, да. Я немножко тоже дополню, просто как это выглядит, я уже тоже это приложение скачала, зарегистрировалась, ребята расскажут подробнее, да, как там нужно установить его, что есть некоторые особенности, да, но смысл, насколько я понимаю, может, меня поправьте, в том, что человек вот сидит, например, дома, заходит на карту, видит, ого, там уже три заведения, которые, ну, этой платформой ваши пользуются. Соответственно, могут выбрать, вот сегодня я пойду в пять вечеров, тот же завил это, хочу поесть там море продуктов, при этом совмещу приятное с полезным, захожу, значит, на эту карту, нажимаю завил это, вижу, что стол выложен, и что там уже собирается какая-то компания. Я могу просмотреть профиль людей, которые будут сегодня со мной в этот вечер именно за этим столом, правильно? Да, именно так, более того, там есть общий чат, и вы можете какой-то вопрос задать заведению в чат, заведение вам ответит, оно всё время с вами поддерживает коммуникацию. Да, да. Заведение сейчас, Зивьюэта выставляет столы каждый вторник и среду с пяти до шести, Изи Вайн выставляет столы каждый вторник с четырёх до шести, вот, например, буквально через неделю будет праздник, восьмое, будет день, восьмое марта. Да. Ну, будет праздник, восьмое марта. Женский день. Да, международный женский день. То же самое Изи Бир выставляет, вот, будет выставлять Зивьюэта, Изи Вайн, поэтому просто приходите, там, восьмого марта открываете приложение, смотрите, кто уже садится за эти столы, зовите своих друзей, расширяйте там по Фейсбукам и так далее. Чем быстрее будет набираться количество людей, ну, вот, в этой социальной сети, тем быстрее, там, тем это интереснее и как-то будет познавательнее. Ну, я правильно понимаю, что это такая золотая середина между просто знакомством в ресторане и знакомством через, там, тот же Тиндер. Потому что здесь, как бы, ты можешь себя обезопасить, встречаясь не тет-а-тет, встречаясь в компании, при этом имея предварительную возможность просмотреть профиль человека, ну, там, совпадаете ли вы даже банально по-визуальному, да, нравится тебе человек, не нравится. И дальше это уже остаётся, собственно, твоим выбором. Ты оставляешь ему какой-то свой контакт или не оставляешь, если тебе не понравилось, например. Да, абсолютно верно, потому что, когда мы задумывали, мы хотели создать приятный, комфортный алгоритм знакомства прежде всего для девушек. Ага. Чтобы им было комфортно, потому что, ну, давайте так, Тиндер по существу, это прямое, он решает определённую задачу. Тиндер – это такое секс-приложение, да? Ну, по крайней мере, такая у него вот сейчас аура, да, у Тиндера. А мы стараемся создать приложение, мы его сейчас делаем. Вот там есть девушки, они приходят, они видят заведение, им заведение комфортней, они уже знают, что это за заведение, у них не будет такого неожиданного, пойдём, я не знаю, вот там… В подвал, да, в какой-то. Пойдём в подвал. Нет, мы не пойдём в подвал, мы пойдём в Зивьюэта. Да. Вот, а ей комфортно, они… им нравится это заведение, они понимают, что это за заведение, они полностью управляют своей приватностью, своей безопасностью, они не обмениваются… приложение не обменивает никакие контакты. Вам понравился человек? Вы уже сами там решили, обменялись или нет. Чат у вас умрёт через несколько часов, чат общий, если вы что-то там писали, он умирает. То есть, сталкерить тебя никто не будет. Сталкерить никто не будет. И всё. Более того, вы пришли, там у всех политика раздельных счетов. Вы пришли, вы просто сели, выпили чашку кофе, вам что-то не понравилось, вы встали, ушли, со всеми попрощались, сказали, ну, не знаю, мне надо идти. У вас нету никаких, ни перед кем обязательств. Вы свободны, вы выбираете то, как вы хотите и то, что вам нужно. Это очень важно. И мы это ориентируемся, чтобы женщинам, девушкам было комфортно пользоваться этим приложением. То есть, вы за права женщин в 21 веке, очень в ногу с модой. Вы знаете, если бы это было бы абсолютно… Да, мы за права женщин, мы считаем, что, в принципе, все приложения нужно прежде всего ориентировать на женскую аудиторию, потому что женщины – двигатели капитализма. Потому что не было бы женщин у нас, я не знаю, был бы абсолютно полный мужской мир. У нас была бы одна машина чёрного цвета, там, знаете, шампунь, он же там, он же пиво, он же там для… Не для души. Не для души. Не для души, он же фельмени. Он же кетчуп. Всё было просто и понятно. Он же кетчуп. Он же кетчуп, да. А женщины вносят разнообразие в нашу жизнь. И магазины были бы пельмени. Сейчас звонок у нас, давайте послушаем. Добрый вечер, вы в эфире. Добрый вечер. Здравствуйте. Мягкое у вас сердце. Как уж терпится, когда он с Мюллером из ресторана выходит и говорит, давайте снимем девочек. А Мюллер ему говорит, мягкое у вас сердце, штирлиц. Пусть до утра погасит. Спасибо большое. Повеселили нас очень. Спасибо. Тоже такие у нас бывают, собственно, комментарии от радиослушателей. Видать, у нас тема просто сегодня такая весёлая. А то я там в последние разы всё о том, что как плохо у нас на рынке труда, интервью тяжело, кандидатов нет, то, сё, а тут сегодня вот прознакомиться. Нет, давайте ходить знакомиться. Вот три прекрасных ресторана, все приходим, загружаем и понимаем, что вот в этих ресторанах всегда можно познакомиться. Про загружаем. А, про загружаем. Какие там особенности? Да, вы знаете, у нас сейчас такая есть небольшая особенность, потому что мы всё-таки стартап маленький, но мы развиваемся. Приважение доступно только для айфонов, и его нужно загружать из-под тест-флая. Тест-флай – это официальная зона бета-тестирования для айфонов, но вы можете прийти на наш Инстаграм 5toLunch. Либо на сайт. Либо на сайт. 5toLunch.com. Там просто по ссылке перейти. То есть найти приложение в App Store сейчас нельзя, пока мы не выйдем из этого бета-тестирования. Но приложение уже работает. Поэтому просто приходите на сайт 5toLunch, либо приходите в Инстаграм 5toLunch. Кстати, Инстаграм полезнее, потому что там мы анонсируем все новинки, мы анонсируем, какие рестораны подключились, что они делают и так далее, и так далее, и так далее. То есть он более такой полезный tool. Как вам кажется, насколько, вот учитывая, что Антон сказал, менталитет всё-таки здесь холодный, мы как эти вот за стеной, где-то дикари, насколько наши мужчины вот здесь, может быть, вы уже тоже их успели как-то идентифицировать, классифицировать, будут готовы, не стесняясь прийти, не просто там пиво выпить, да, с другими парнями познакомиться, обсудить какие-то дела, но вот реально вот знакомиться за общим столом. С мужской точки зрения, мы всё про женщин. Именно местные мужчины? Да-да-да, именно местные. Вы же их тоже, наверное, успели понять? Ну, тут... Вы знаете, у нас база загрузки, 70% это женщины. Да. Женщины более активны с точки зрения любых социальных приложений. Но, например, на прошлой неделе мы познакомились с человеком, вот, в Зиве Уэта, взрослый мужчина, бизнесмен, мы прекрасно общались, он нам сделал интро в один из ресторанов, в один из ресторанов города Риги к владельцу этого ресторана, вот, Сувиде и... Сувиде или Сувиде правильно произносить? Мясной ресторан, да. Ну, вообще, это способ прожарки, Сувиде. На... Через речку. Да, через намокус. Да-да-да. Потрясающее место. Там, кстати, самое вкусное мясо, это так. Вот. Мы встретились с владельцем данного заведения, мы рассказали про приложение, вот. Но мы об этом узнали, именно вот за столиком в Зиве Уэта, вот, это был просто обычный такой бизнес, бизнес-общение. Он заинтересовался, загрузил. Мы, на самом деле, пришли также на открытый стол, вот, и пришли, и познакомились с этим человеком. О, круто. Так что, и узнали очень много интересного, действительно. Да, ну, так что загружаем пока что через Тестфлет, через сайт, да, устанавливайте, регистрируйтесь, смотрите, собственно, какие заведения есть, они будут со временем еще прибавляться и прибавляться, насколько я понимаю. Да. А как вам кажется? Благодаря вам, да. На самом деле, заведения могут сами себя добавить, также закачав приложение, зарегистрировавшись как ресторан. Ну, кстати, да. И поместить себя на карту, сделать профиль и все. Так что, если нас слушают владельцы ресторанов или менеджеры. А что это дает ресторану? Это дает трафик. Трафик, да? Трафик, конечно, да. Ресторан это сейчас выставляют не в самые популярные часы, но даже в не самые популярные часы люди просто приходят. И это опять возвращаясь к тому, что ресторан это вот как это третье место жизни, да, очень важное место. Это именно место общения, да, там, социализации. Потому что то же самое, ну вот, если копнуть в историю, то же самое слово компания, да, оно там от древнелатинского этот сотрапезник, человек, компания, это люди, с которыми вы там хлеб делите. Раньше же были большие столы, и все сидели вместе, общались. Вот. Почему мы сейчас это не можем? Сейчас все как-то стесняются. Вот они пришли, я не знаю, пришли в Изибир, и вот все сидят, там что-то стесняются, переглядываются, друг на дружку смотрят. Сложнее стало. Им нужна какая-то диджитализация этого. Пожалуйста, вот вам диджитализация, вот вам прям дорожка этого всего процесса. Загрузил, посмотрел. Боятся сказать первое слово, а так они пришли, уже сказали, о, сушны, я тоже по приложению. Ну да, вот прикольное приложение. Первая тема сразу, да. Да, первая тема приложения, вторая тема уже, кто во что говорит. Погода, пиво, чем занимаешься, да. Ну вот, кстати, когда вы рассказали про Америку, да, опыт, то, что садились за общий стол, вот это я прям могу там реально представить. Вот прям могу. Здесь есть даже такая шутка, вот у меня подруга, она вышла замуж за Латыша, и она, у них такие очень тёплые отношения, они любят смеяться друг над другом, и вот у Беатрицы мне говорят, что вот Латыши, они такие, значит, что куплю себе дачу где-нибудь и обязательно обсажу себе весь периметр туями, и скорее бы они выросли, чтобы никто не видел. Ну, конечно, то есть это никакого там камня в огород нету, да, просто вот она так шутит, что сразу они стали смотреть тоже там, какие деревья посадить и так далее, что вот здесь всё-таки, ну, действительно, чем севернее, тем люди как-то эмоции свои более скрывают, чем южнее, там, солнце больше в году, вино льётся рекой, и на террасах все сидят с утра до вечера, да, ну, то есть там вот такой формат, он ближе. Я понимаю, но просто если вот говорить немножко о бизнесе, мы когда выбирали страну, европейскую страну, откуда начать, вот, мы нашли, что Латвия с точки зрения привлекательности там для стартапов, для начинания бизнеса, она является, в наш взгляд, наиболее оптимальной, да, там, с точки зрения затрат, с точки зрения того, как работает вот местный регулятор, вот ЛИА, да, вот это вот латвийское инвестиционное агентство, это просто идеальная картинка для того, чтобы начать бизнес в Европе. Да, мы себе отдаём отчёт, что Латвия это не будет там супер-пупер миллиардным рынком, просто потому, что тут ограничено, ну, маленькое количество жителей живёт, и Латвия это просто наша первая такая вот, как это, первая наша вот страна, с которой мы начинаем, но начинаем именно за того, что здесь прекрасная инновационная инфраструктура, она оптимальна с точки зрения маленького вот предприятия, да, вот затраты, которые ты несёшь на развитие, поддержание, и то, что тебе даёт там местная комьюнити, там, в лице государства, там, фондов, налогоплательщиков и так далее. Не, ну, логично, конечно, я просто чисто так вот сравнила, да, почему у людей может быть такая ассоциация, да, с нами, это и с погодой очень сильно связано, ну, это логично. У нас, кстати, вопрос есть от радиослушателя в WhatsApp, а вдруг в такой ресторан зашёл человек, который не хочет общаться, как ему обозначить, что против? Ну, вот я не очень там понимаю, зачем он туда шёл, если он не хочет общаться. Ну, да, да, но в принципе, в принципе, будет реализована функция, то, что если вы там как-то сели вроде бы за общество, потом вы в чате пообщались, и вам что-то не нравится, то вы можете отсесть, и вас ресторан отсадит. И сохранит скидку, если она будет. Да, и там скидку, какие-то штуки он сохранит, да. Да, может, человек имел в виду, что если ему, ну, конкретно уже на месте, да, не понравилось. Мы об этом думали, да. Это будет сделано. Ну, это, кстати, весьма клиентоориентированно. Ну, то есть, не то, что, ну, раз ты не с нами, так пошёл вон оттуда. Нет, ну, конечно, пошёл вон, всё, в столу пошёл. Давайте выгоним его, это какой-то чтенец. Ой, всё, смеёмся и смеёмся. Я, кстати, не так давно смотрела, это, по-моему, не последний или последним был сезон «Чёрного зеркала», ну, сериал, да, «Чёрное зеркало», все знают, что он такие, как гиперболизированные социальные темы, да, гипертрофированные. Там был, не помню, какой это, в общем, сезон и серия, но суть была в том, что отношения и общение, вот это вплоть до, там, физических каких-то эмоций, ощущений, они были через виртуальную реальность. Ну, все мы уже знаем открытые эти салоны, да, где надеваешь эти очки, и там уже зомби пострелять, и погулять где-то, и спортом заняться. То же самое, как вот такие симуляторы отношений, то есть ты там попадаешь в какую-то игру, и у тебя завязывается любовь, в общем-то, ты там в роли персонажа какого-то, и ты встречаешь другого персонажа, может быть, абсолютно выдуманное, да, там, какое-то существо, как из пятого элемента, да, и вот этот человек начинает влюбляться там, в виртуальном мире, оказывается, что этот виртуальный человек, его лучший друг. То есть получается, что если мы разбираем это в реальной жизни, то это гомосексуальное отношение, а там это был один в роли мужчины, просто персонаж такому игра выдала, да, а другой… Да, я видел ту же самую серию, да. Вот. Достаточно интересно, мне очень понравилась эта задумка, и я вот стала задумать и вот на какой счет. Если мы сегодня обсуждали, что 10 лет назад там еще не так все эти приложения были разные, сейчас почти у каждого есть эти все тиндеры и так далее, как вам кажется, что будет еще через 10 лет? Через 10 лет, я думаю, мы по-прежнему будем ходить в зивью в этой стране, в зибир, и… Ну… Ресторан – это немножко такая интимно-социальная вещь, и он… Опять же, возвращаясь… Ну, не знаю, ресторан – это как живое существо, вот он… Мне трудно представить, что общение через ресторан, через там совместное какое-то потребление пищи, оно будет очень сильно оцифровано. Ну, все равно человек – он там существо, которое хочет общаться, хочет внимания, хочет любви, хочет… Ну, это какой-то вот… Не знаю, мне вот трудно. Вот, Антон, ты что думаешь? Я вот… Мне кажется, ничего не изменится. Ну, мне на самом деле… Сама идея виртуализации, она мне тоже нравится, на самом деле, глубоко внутри, она очень интересная, действительно, но я не думаю, что она будет реализована через 10, я думаю, там лет, может быть, 20-30, такие сроки. Но, с другой стороны, Данил прав, рестораны, они существовали… Всегда. Всю цивилизацию, да, которая прожила человечество, ну, практически все такое. Поэтому мне кажется, что они никуда не исчезнут, людей все равно не будут кормить там через трубочки в виртуальной религии, все равно не будут ходить там, кушать в ресторанах. Мне кажется, это мы еще не скоро забудем. Вот так вот. Вы же приходите в заведение, вы же приходите, кстати говоря, не только поесть, но и пообщаться. Вы, я не знаю, вы знаете отличного бармена или сомелье, да, вот, например, суперпивной, там, сомелье, там, в Изибири. Ну, этот человек, он устраивает некий перформанс каждому, каждому гостю. Это классно. Это классно, это здорово, это… Ты начинаешь ходить ради него. По сути, ты ходишь, начинаешь ходить на человека. Ну да, не на робота. Да. Робот никогда, ну, когда-нибудь, там, может, там, математики, очень умные люди, там, физики скажут. Мне кажется, на наш век еще хватит. Есть единственный такой момент, что вот, ну, это я чисто даже по себе могу сказать, и с коллегами недавно на этот счет разговаривали, что когда ты работаешь в этой сфере, ты тоже иногда устаешь, да, просто от людей и так далее. И сейчас на смену там всем этим ресторанам пришли приложения по доставке еды, и ты, в принципе, можешь получить вроде как ресторанную еду, но при этом провести вечер возле, там, Netflix, условно, да, на диване. Вы знаете, как появились? Вся же идея вот этих приложений доставки была в том, что после кризиса доткомов в Америке, там же очень много талантливых людей, да, ну, вот американцев, там, иммигрантов, огромное количество талантливых людей. И вот они, они все бегали, да, вот кризис доткомов случился, стали резко бедными. Куда бы применить свои вот идеи, свои знания. И вот ресторан с точки зрения IT, он самый, он неандерталец. То есть, там, банковское приложение и ресторанное приложение, это просто космосы, да, ну, вот взять. И стартаперы все вот побежали усовершенствовать рестораны. Но они когда прибегали к ресторанам, им владелец говорил, ой, уйдите отсюда, вы какие-то странные непонятные люди, мне какие-то странные вещи говорите, еще что-то. Но они усовершенствовали его бизнес-модель так, что теперь их, по сути, агрегаторы доставки убирают, там, 15, 20, 30 процентов выручки. Но с другой стороны, посмотри. Они сделали удобнее людей, удобнее людям, да. Да, удобнее. Но на самом деле столики, вот посмотришь вечером в ресторанах, да, все столики забиты в хороших ресторанах. Трафик-то никуда, ну, не ушел. То есть, что все забито. Ну, часть выручки-то отожрали они. Ну, часть отожрали, но все равно пришли, ну, людей становится тоже больше, и хорошие рестораны, на них всегда спрос есть. Просто это посыл к тому, что рестораторам тоже надо меняться, им нужно думать о том, что профиль потребителя, подходы потребителя, их предпочтения, диджитализация. Люди же разные, да, там, вот, поколение, условно, люди, которые старше меня на 5-7 лет, там, все сидят в Фейсбуке. А те люди, которые младше меня на 5-7 лет не сидят в Фейсбуке, потому что там родители сидят, ну, тех, ну, люди разных поколений общаются в разных социальных сетях, они не пересекаются. Ну, а еще, кстати, про вот эти приложения с доставкой еды. Стоит отметить, что на той неделе была встреча тоже с людьми, которые непосредственно связаны с общепитом. Они сказали, что это очень крутая реклама на вот эти, ну, то есть тот человек, который не был в самом Завьилетте, например, да, он может зайти в приложение, увидеть, что Завьилетте есть в том же Вольте, попробовать его сначала дома, и ему это психологически легче, да, что я вот дома это попробую, если мне не понравилось, я Фи это сделаю здесь, а не там, да, то есть мне не придется вставать, уходить, там, и так далее. Но если ему понравилось, то он уже захочет именно прийти инхаус, то есть уже внутри там посидеть и провести время, еще и атмосферой насладиться. Тоже вот такая мысль интересная. Ну что ж, нам, наверное, нужно потихоньку сегодня заканчивать наш эфир. Ребята, очень было интересно, классно, что мы раскрыли не только идеи вашего приложения, надеюсь, что все получится, что знакомства у нас все-таки будут и без меркантильных целей. Сегодня у нас в студии были Антон Чвиров и Даниил Затологин. Ребята, спасибо, да, это приложение Five to Lunch. Спасибо, Валерия. Спасибо, Валерия. Также звукорежиссер Родион Золотарев, ну и я, Валерия Иванова, открытая кухня, увидимся в следующий понедельник. Спасибо. Спасибо большое. До свидания.